У нас три цели в этой войне, Нетаньяху впервые посетил военных в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые с начала войны посетил войска на севере сектора Газа, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на The Times of Israel. «Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших заложников, и в конце концов мы вернем их всех», — заявил он. При этом Нетаньяху добавил, что у Израиля три цели в войне против Хамаса. «У нас три цели в этой войне — уничтожение Хамаса, возвращение всех наших заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не стала угрозой для государства Израиль. Мы будем идти до конца, до победы. Ничто не остановит нас, и мы убеждены, что у нас есть сила, мощь, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы их достигнем», — заявил премьер. Нетаньяху также посетил один из туннелей Хамас, обнаруженных израильскими войсками, вместе с ним в поездке участвовали глава его администрации Цахи Броверман, советник по национальной безопасности Цахи Ханегби, его военный секретарь генерал-майор Ави Гиль и заместитель начальника штаба Цахала генерал-майор Амир Барам. Война в Израиле. 7 октября террористы Хамас атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию «Железные мечи» против террористов, 27 октября Цахал начал наступление на сектор Газа. Стало известно, что Хамас потерял контроль над территорией. Боевики бегут на юг, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Цахал не планирует удерживать военных в секторе Газа после окончания войны, помимо этого Цахал обнаружил туннель боевиков Хамас в крупнейшей больнице сектора Газа Аль-Шефе. Также Цахал ударил по подземным объектам Хамас. В них скрывались старшие командеры боевиков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.